Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Итак, что ж, нужно сбежать из тюрьмы, но начнём мы с того, что разберёмся с чертями, что у нас здесь вообще происходит. Так, да, вы все закончили, вы супер молодцы. Эта собака мне ещё и грех принёс, но ладно. Так, нет, ну, я по классике сюда отправляю тебя. Блин, вот, о, попал. Так, отсюда. Где там этот друг наш? Угу. И какую-нибудь точку на три дня надо выбрать. Во. Разобрались. Тьфу, какая карта маленькая. Ну чё, погнали. Так, темница. Александр думает удержать меня тут замками и колдовством. Не на ту напал. О, карманыш с нами. Тихо. Хм. Склизки от подвальной сырости железные решётки преграждают вам путь. Вы пытаетесь открыть дверь. Она заперта. Ваша ладонь всё ещё помнит пронзительную боль монастырской иглы. И вы чувствуете, как внутри пульсирует цветок папоротника. Вы прикасаетесь к замку, и он раскрывается с тихим щелчком. Ничего себе, так просто. Вы открываете дверь, но не можете сделать ни шагу. Путь преграждает колдовской барьер Александра. В стене трещина какая-то. В неё сено напихано. О, трава. Целый один гриб. Это мой пестерь. Кажется, черти уже работу просят. Опять. Чё? Кверху рожками стоит ухват. А, ухват, я понял. В ведре пульс там. На лавке дырка есть небольшая. И всё. Ну ладно. Думаю, что можно сделать здесь. Ну, некогда мне томиться в темнице сырой. Я должна расколдовать решётку. Или поискать предмет наговорённый. А если расколдовать? Надежда только на себя. Так просто заговор не будет меня сдерживать. Тут какой-то предмет мешает. Где источник силы колдовства Александра? Не факт, что угадаю. Потому что что-то подсказок никаких нету. Может, трещина, раз туда сено напихано? На сено наговорил ли, чё ли? Не похоже чё-то. Нет. В ухвате дело. Блин, ну ладно. В ухвате, так в ухвате. Какой-то предмет мешает. Где источник силы? Точно. В ухвате дело. Не зря его возле двери кверху рожками поставили. Дотянуться не могу. Сидишь. Сидишь. Карнеж! А как думала? Ты из леса всех вытащила, решила, я тебя в клетке оставлю. Не такой я, Боран. Нет. Нет! Ваш помощник опрокидывает ухват, и колдовская преграда мигом рушится. Вы благодарите своего спасителя и готовитесь продолжить путь. Угу. Супер. Это было быстро. Низкие подолки у этого подвала. А всё равно просторнее любого голодца. Низкий сводчатый коридор ведёт в глубины поместья. В полумраке вам сложно различить даже собственный сарафан. Вы замираете, услышав гулкое шипение впереди. Во мраке что-то шевелится. Угу. Карнеж. Ворон улетает на разведку и возвращается с вестью. Путь караулит стая чертей. О, давайте их развалим. Похоже, Александр не ограничился заговорами и замками и оставил бесовскую стражу. Приближаясь к бесам без книги, вы быстро перебираете в уме те заговоры, что ещё помните. Действовать нужно быстро и наверняка. А, это значит головоломка будет. Ого. Ого. За один ход нужно выиграть, да? Так, если по три каждому... У этого пять остаётся. Так, с этим, допустим, разобрались. Ага, я им даже много бью лишнего. Угу. Так, всем по три. У этого пять остаётся. Вот это складное. Оно бьёт семь. Значит, вот этот ключ можно на него поставить. Вот так вот. Так. Или даже нет. Вот сюда. Пять. Три снимаем. Семь остаётся. Пять. Три. Шесть. Нет, не складывается. Однако. Видимо, через лютая можно попробовать сыграть. Хм. Ещё одна лютая нельзя, да? Не получится. Ну, это так. От фонаря составлено. Надо по-умному сделать. Тут не особо вроде сложно, но надо подумать. Низкий сводчатый коридор ведёт в глубины поместья. В полумраке... Похоже, Александр не ограничен. Так, и чё? И где мы эти? Ха. Чё-чё-то сломалось, походу. М-да. Так, ладно. Ещё раз пробуем думать. Хм-хм. Чё-то я, видимо, не добью снова. Ну, ещё один ключ, кстати. Я что-то забыл, что это ключ. Два. Два. М-м-м. Снова не вытянули. Да, похоже, самая первая комбинация была самая лучшая. Может, вот так получится. Хотя, чё-то похожее уже составлял. Чё-то я не дорассчитал. Я понял даже, что я не дорассчитал. Ща. Не тот ключ взял. Может, вот так. Нет, ещё хуже получилось. М-м-да. Позволяет узнать следующее... Нет, вот это возьму. Ещё и складное, к тому же. Сразу можно добавить. Заместо чего-нибудь. Складная порча. Ну, вот убрать нескладную порчу. А у меня вообще есть складные атаки? Двойной урон, если порча. Слушайте, нет, нету. Тогда нам эта карта немного не подойдёт, к сожалению. Хм... Придётся взять обратно порчу. Так, винный погреб. Идём в винный погреб тогда. Вы отворяете дверь и закрываете лицо от облака, вырвавшейся на свободу пыли. Когда она рассеивается, вы видите старый винный погреб. Здесь давно не ступал ни человек, ни нечистый дух. Угу. Осмотримся. На бочках есть деревянные таблички с надписями на незнакомом вам языке. Вы рассеянно осматриваете один сосуд за другим, когда ваше внимание привлекает одинокая бутылка на столе. Подойдя ближе, вы видите на её этикетке незнакомые вам колдовские символы. Угу. Берём. Петро один всю бутылку выглохотал. Никому не оставил. Шанс 40%, что трава не исчезнет после использования. Ну, вот, хорошо. Это мы любим. Этот голбец местный. Может быть, удастся найти полезные припасы. Ну-ка. Кажется, об этой кладовке помнит только вездесущая плесень, которая в присутствии нечистой силы разрослась кустистыми тускломерцающими островками по забытым хозяинам запасам. В углу притаились суседки, испуганно поблёскивая угольками глаз. Поговорим. Не ешь нас, не ешь, голдунья! У нас нет ничего, только плесень, плесень! Кто-то сильно запугал эту чути. Успокойтесь, я не собираюсь вас есть. Бедные суседки, кто вас так запугал? Фух. Фух. Я-то думал, один из Санькиных бесов пробрался. Страшно в доме-то стало. Чем сильнее он становится, тем больше тут чертей. Некоторые злые могут и сожрать. Не удивлён, что кум мой от своего колдуна сбежал-то. Сладу на него нет. На киловяза нашего скрытого. Расскажите про вашего хозяина. А чё рассказывать? Хороший был мужик. И родители хорошие. Пока черномазией вашей не увлеклись. Вот с тех пор и прячемся по углам. Сколько уж? С полвека, наверное. Он парень-то хороший. Много кому помогает. Хочет как лучше. А получается, как всегда. Скрытый киловяз? Ну, ты ведунья-то явно видная. А Санька прячется всё, чтоб не знал никто. Такие они, колдуны-то. Скрытые. Есть различия между профессиональными колдунами и скрытыми. Профессиональные стоят в одном ряду с крестьянскими профессионалами, кузнецами и мельниками. Их сила передается только по наследству. Они владели своим тайным языком до использования черных заговоров, но чаще всего использовали простые бытовые знания о природе, человеке и животных. Колдунов боялись за счет своих навыков. Они умели зарабатывать на жизнь. Русские колдуны всегда умело скрывались среди обычных людей. Но есть признаки, по которым крестьяне их узнавали. Например, в Тульской губернии по наличию двух теней, а в Саратовском уезде, человека, говорящего с самим собой вслух, считали колдуном, беседующим с нечистой силой. В Чердане колдуна можно было раскрыть, если посмотреть на него, наклонившись через ноги. Тогда у него будут видны небольшие рожки. А в церкви он всегда встает спиной к алтарю. Если колдун умирает раньше срока, он продолжает колдовать, возвращаясь как оборотень или мертвец. Помощники при этом остаются с ним. Господи, да. Мочить мы их не будем, не за что. Ладно, я, глядишь, разгоню часть нечисти, так спокойнее жить будете. Ох, спасибо! Не ждать помощи, прям скажем! Вот тебе в дорогу припасов без плесени перекусишь! О! О, дедушка Адамий. Полезная карта. Так, старый склад. Вам сложно побороть мрачные мысли. Похоже, густые тени приближаются. Вскоре тьма становится всеобъемлющей. Внезапно вы замечаете в трепещущем свете свечей лестницу и устремляетесь к ней. Да ладно, гусь, серьезно? Вы отступаете от зубастого лебедя на шаг. Времени мало. Нужно решить, что делать дальше. Поговорить, конечно же. Я впечатлен, впечатлен. Без книги ты прошла замки, затворы и даже бесов. Мнифик. Надеюсь, вы простите мой французский, коим я обзавелся в услужении де Монсорсье. Это старый дух. Старый дух! Мондио. У ворсы опять новые отпрыски. Что делать с этими лешими? Везде ютятся. Нету права. Ну, довольно. Во-первых, я должен сказать. А я должна сказать, что твои заговоры на меня не действуют. Шармо. Не запугаешь своими словами колдовскими. Лучше пропускай по добру, по здорову. Мену. Я не могу этого сделать. Ведь на то был дан указ Александра. Но, как я и говорил, я впечатлен. Он мне сказал. Не пропускай Василису. У нее не осталось сил. Мне кажется, тут есть небольшая лазейка. Не супа? Как видишь, я и без книги с силой-то. Ага. Времо. Верно, верно. Но я бы хотел убедиться в этом самолично. Как насчет поединка на нашем языке знающих? А вы клюлен де сорсье? Но будь готова. Ошибешься. Отдашь мне свою душу. Хм. Я вижу, ты необычный, Шишига. Что верно, то верно. Ах, я так же стар, как и иные твои друзья. Он старше ворсы. Ах, кельжулиозу. Мы ровесники, сие вернее. Ну да, я некогда был покровителем племен. Сейчас я проводник неофитов в удивительный мир колдовства. Лебедь зубастый. Да, говорят, колдун должен пролезать через пасте дерева, щуки или лебедя зубастого. Только тогда чертей получит в свое распоряжение. Но не он ими, а они им вертеть будут. Вот и отправляет колдун чертей то веревки из песка, ведь то озеро ложкой вычерпывать, то листья на осине считывать. Осин это чертово дерево, на нем и Иуда удавился. Вот черти листья считают. А осина вся трепыхается и они со счету сбиваются. Да. Как тебя называть-то, лебедь зубастый? О, у меня было много имен. Но сейчас я предпочитаю называться Пьер. Пьер? А, но позвольте мне быть тем, кем я захочу. Кьель Ви. Давно ты знаешь Александра? С тех пор, как он пролез в мою пасть. Ах, то был день ночных тайн. Кель мистер Делле Мажи. Хороший малый, мон комрад. Но работу давал странную. Спаши поле, выруби деревья. И всегда был недоволен результатом. Но такова природа Делле Дьявле. Мы портим, а не созидаем. Однако слухи полнят пекло. Говорят, книга попала к пряхе. И пряха хочет извести всех бесов. Как так-то? Не приручить их для благой работы. Представь себе. Ну ладно, честный поединок, видимо. Что за язык знающих-то? О, манифик, манифик. Это будет прекрасный поединок. Это ты мне скажи, что за язык знающих? Что этот лебедь зубастый имеет в виду? Что за язык такой у знатких-то? М-м-м-м. Вопрос хороший. М-м-м. Не знаю, может загадки. Хрен у просы. Только знающие могут отгадать загадки. А кто знает их на самом деле много, тот изнаткий. Требье, то была разминка. Переходим к делу. Отгадай три загадки. Нет сомнений, что ты сильна и без книги. Эпью, путь твой свободен. Что же? С этим предметом ты провела достаточно времени. И на деревце, а с листочками. И не шубейка, а сшито. И не деревце, а с листочками. И не шубейка, а сшито. М-м-м. С этим предметом я провела достаточно времени. Да книга это, господи. Ты про книгу мою. И это загадки древнего бесяка? Хм, я такие на посиденках еще слышала. Паналь, если ты эту слышала, то вот тебе посвежее. Плывет лебедь, а не летает, да облаком порхает. Плывет лебедь, а не летает, да облаком порхает. Хм, пароход, судя по всему. Знаю я такое. Лодка самоходная. Пароходом называют. Манифик. Ну что же, я полон надежды. Как видишь, я люблю загадки про лебедей. Ничего удивительного. Алло. Итоговый ответ будет знаком тебе. Молодой, смертной. Но не нам, демонам природы. Белая лебедь на столе не бывала. Ножом не рушена, а всяк ее кушал. Белая лебедь на столе не бывала. Ножом не рушена, а всяк ее кушал. Ммм, грудь матери. Всякий человек знает грудь матери, а вы, духи, не люди. Я впечатлен. Ну что же, не смею вас задерживать, прекрасная Василиса. Сетен юнер. Уверен, вы вернете свой артефакт. Подвальная дверь заперта, и вы обращаете свой взор на ладонь, где зашит цветок. Сосредоточив в ней колдовскую силу, вы протягиваете ее к дверной ручке, но внезапно замираете. Руки не видно. Ваш спутник ухмыляется. Такой трюк может и проведет смертного, но не силы тьмы. Так, идем дальше. Вот сине так сине. Я бы к таким мигам пообвыклась. Ослепительный свет падает на пыльную подвальную лестницу и затягивает вас в богатое убранство прихожей. У вас перехватывает дух от роскоши, которую вы представляли лишь полубочным картинкам. Среди барочных завитков лестничной клетки снуют бесы, разодетые в странные черно-белые костюмы. Один из них устремляется к вам. Угу. Поговорить. Вы готовитесь сдерживать беса уговорами, прежде чем он на вас бросится. Но это оказывается излишним. Похоже, демон, одетый в черный фраг, торопится предложить вам целый поднос деликатесов. Сударыня, добро пожаловать, добро пожаловать. Не знал, что у нашего хозяина сегодня гости. Изволите откушать? Попробуйте эту серую штуковину. Очень вкусно. Не верите? Спросите у других бесов. Хм-хм. Здоровье восстановит. Очень интересно. Ну ладно. Хм-хм. Кажется, к вам стали возвращаться силы. Если вдруг понадоблюсь, я весь ваш. Постой. Я хотела спросить. Где ваш хозяин? Конечно же, в своем кабинете. Доложить о вас? Нет, постой. Сама поднимусь. Пусть это будет для него неожиданно. Ах, как славно увидеть такую прелестную сударыню. Прошу простить, если я, по вашему мнению, позволил себе лишнего. Что вы за бесы такие странные? Че разоделись-то? Это порядок нашего хозяина. И не думайте, что он нам не нравится. Конечно, есть недовольные бесы, но лично я счастлив. И я даже не собираюсь терзать Александра за все это. Нет. Смерть колдуна – один из самых древних сюжетов устного народного творчества. Колдуны при жизни находятся на границе между мирами. А после смерти его неприкаянная душа тем более не может найти дорогу ни на тот свет, ни на этот. Скорее всего, такие верования связаны с языческими представлениями о черных шаманах. А шаманизм, видимо, был присущ не только финно-уграм, но и славянам. Часто колдун расплачивает за свои поступки в момент смерти. Черти, которых он не успел передать преемнику, терзают его. Изо рта ведьмы может литься молоко, которое она с помощью нечисти наворовала при жизни. Да, окей, ладно. Ну уж, конечно. Нет, право слово, сударыня. Быть дворецким в сотни раз лучше, чем воровать молоко. Когда другие бесы это осознают, многое может измениться. Чё это у тебя на подносе такое? Лучшие закуски для наших гостей. Желаете? Такого вкусного деликатеса, если вдруг... Постой, я хотела спросить. Пора искать хозяина вашего. Конечно, конечно, сударыня. Как изволите. Вам прямо по этой лестнице. Интересно. Атрем. Красивая комната в центре поместья. Вместо потолка зеркало. Под удивительным стеклянным сводом этой комнаты раскинулся зимний сад, полный экзотической жизни. Вы переводите взгляд с одного растения на другое, с одной травы на следующую, и мало что узнаёте. За этим садом ухаживают черти Александра. Насмотреть травы. Такую заморскую зелень вы видели только в некоторых книгах Деда Егора, да слышали о них по рассказам тех немногих, кому доводилось бывать в оранжереях. Вам удаётся найти и знакомые волшебные травы. Поговорить. Бесы работают над садом по указаниям хозяина, и, как ни странно, весьма успешно. Некоторые недовольны такой работой, но многие смирились со своей участью. Вам удаётся узнать несколько хитроумных приёмов, которыми пользовался Александр, муштруя этих чертей. Ну, сражаться, наверное, не обязательно, но это опыт. Так что, не знаю, не знаю. Посражаться может. Ну, давайте глянем, что ли. Что там за бой? Хотя, блин, по-новой всё потом перебирать. Так что, нафиг. Ладно. Ну, а библиотека. Интересно мне, какие книги держатся у библиотеки знатный колдун? Вот, сейчас узнаем. Как много знаний! Такой богатой коллекции книг на разных языках нет ни в вашей избе, ни в церквях Вильгарта и Чердене. На мгновение вы забываете и о чёрной книге, и о вашем деле, погрузившись в мечты о прочтении всех этих сокровищ. Блеск лунных лучей в глазах медвежьего чучела выводит вас из размышлений. Угу. Смотрите стеллажи. Одни книги написаны на незнакомых вам языках, другие слишком объёмны, чтобы успеть их прочесть за столь короткий срок. Тем не менее, вы находите сборник былины сказаний, которые решаете одолжить у Александра. Ага. Ну-ка, давайте посмотрим, что там такое. Имя... А, Илья Муровиц и Святогор. Отголоски, представление о смерти колдуна и его неспособности упокоиться есть даже в русских былинах о Святогоре. Святиборе, да, в скобочках, которого не носила земля, и он со своим конём путешествовал по горам. Горы выдерживали и того, и другого. В сюжете Илья Муровиц и Святогор. Русский воин помещается в кармане у Святогора, но его конь отказывается носить сразу двух богатырей. В горах они нашли плотников, которые тесали и сколачивали гроб. Муровиц лёг в него, но тот оказался не по размеру. Лёг Святогор, как раз по нему, и накрылся крышкой. Тут же его опоясали железные обручи. Понял Святогор, что пришла его смерть и попросил Илью склониться и перенять его силу. Но Илья отказался. Именно так колдуны при смерти передают чертей тому, кто находится рядом. Угу. Да. Насмотреть чучело. Бусины недобрых медвежьих глаз заставляют вас насторожиться. Вы подходите на шаг ближе и понимаете, что чучело битком набито чертями. Угу. А если разрезать чучело? Только вы прикасаетесь к медведю, как он приходит в движение. Черти не рады вашей компании. Ага. А, так их тут вообще всего ничего. Ни без высота. Ни разу еще такое не видел. Ну, допустим. А. Угу. Ага. Ага. Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше что, к галереям. В этой горнице он хранит картины и портреты. Ну-ка, ну-ка. На стенах застыли портреты и пейзажи великолепной работы, несравнимой не только с примитивными лупками, но даже с иллюминированными рукописями. Несколько испуганных бесов бросают тряпки, которыми они протирали картинные рамы, и прячутся по углам. Что, опять какие-нибудь донатеры или разработчики? Прикольно. А вот эти замылены почему-то. Вы можете продолжить путь. Вы можете продолжить путь. Коридор. Совсем близко осталось через этот длинный коридор пробраться. Ну, давайте проберемся. Извилистые коридоры поместья кишат чертями, как углы под печью тараканами. Нельзя сказать, что они занимаются вредной работой. Бесы драют полы и натирают до блеска медные ручки вычурной мебели. Здесь же нечистые оказались смелее. Заметив вас, они устремляются в нападение. Да, блядь. Опять, что ли? Хм. На контр-ходе можно их ёбнуть, кстати. Если сейчас мне не хватит. Так, чё? Переполох. Три, три. Так. Ооо. Вот это должно сканать. Так. Три по восемь в семь, получается. Они нескладные. Нет, нескладные. Так. Восемь этот сразу погибает. Десять. Шестнадцать. Угу. 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 Шестнадцать. Восемь. А, ну слушайте, складывается. Восемь. Десять это сносит на атаке. У этого десять, минус два. Восемь. И, ээээ. На атаке с шипами нормально. Отлично. Угу. Чуть неправильно посчитал. У него не восемь, а шесть осталось. Ага. Ага. Сосать на. Эээ. Позволяю эту... А, ну нормально это. Возьму ее. Кстати, я же прокачался. Че-то совсем забыл. Не знаю, че хочу. Ничего себе, полторы тысячи я где-то нас собирал каким-то чудом. Увлечивает ключи-то ключи в заговоре. Супер. Полезно. Увлечивает защиту. Защита в словах еще на один. Эффект складности белых слов увлечен на один. Ага. Что ж. В дефенс вскатимся. Так, че, следующая остановка уже финальная, да? Кабинет Александра. Александр у себя в кабинете. Он и не подозревает, что я на свободе. Да все он подозревает. Господи, блять. Сейчас бы еще не подозревать какие-то очевидные вещи. Давай, че он такая прозрачная? Вы входите в кабинет Александра. Он смотрит прямо на вас и ничего не видит. Цветок папора застил ему взор. Стол завален исписанными бумагами, чертежами и магическими книгами. Ваш пленитель расхаживает вдоль кабинета, бормоча под нос что-то несвязное, словно заговор. Давайте осмотримся сначала. На Александра похоже. Родители, что ли, его? Какой механизм странный. Черти в нем крутятся. Это он все пытается желание составить. Это ваши вещи, которые отобрал Александр. Можно попытаться их забрать, но вы понимаете, что тогда невидимость, дарованная папоротником, спадет. За спиной Александра большое застекленное окно. Прямо под окном железная решетка с торчащими кольями. Ух ты, интересно. Такого колдовства я не знаю, говорит она, смотря на шкаф. Так, сохраняемся. Начнем с того, что попытаемся с ним поговорить. Ворон усаживается на бюст, установленный над дверью. Неужели это тот самый магнетизм, перемещающий людей предметы, о котором я слышал так много? Не твоего ума дело. А теперь отдавай мои вещи и травы, пока живой. Как видишь, у меня достаточно сил, чтобы справиться с твоими жалкими преградами. Да, Василиса, с этим я не могу спорить, но и согласиться не могу. Что будет, если я верну тебе предметы? Отправишься к пряхе? Не испытывай мое терпение. Пусть ты даже отдашь себе книгу, это не то, чего бы хотел твой наставник. Думаешь, зубы мне заговорить? Да, да. Уверен, он хочет того же, что и я. Бесократии. Бесократии? Да. Допустим. Что это такое? Что за бесократию ты выдумал? Да, признаюсь. Над названием стоит поработать, но сути это не меняет. Представь, наша родина, где правит самый сильный и самый мудрый колдун. И сила его множится, ведь он передает бесов по наследству своему преемнику, следующему по силе магу. Да, только киловязов за место царя нам не хватало. Не забывай, бесы будут выполнять только полезную работу. И это возможно. Да ты и сама наверняка убедилась, если видела хоть толику того, как я распорядился своими бесами. Поверь, бесократия в России возможно. Достаточно открыть последнюю печать в черной книге. Как это дед Егор не хотел бы мне книгу вернуть? Да он сам мне ее и отдал! Уверен, у него есть на то причины. Немаловажной могла стать моя благородная цель. Да я и сам рассказал ему про бессократию, когда он запер меня в вашей избе. И еще раньше он нам про свадьбу твоего Николая поведал. Что? Плохо ты знаешь своего наставника, Василиса. Врешь. Все, врешь. Не веришь? Спроси у Пряхи. Где она мою книгу держит? В своей избе. Где еще? Но ты ее не одолеешь. Все еще не видишь мою силу? Вижу. Но с Пряхой тебе не сравнится. Она, может, и отдала мне бесов, но не лишилась всей своей мощи. Не пытайся меня запугать. Я лишь предостерегаю. Хватит с меня твоих рассуждений. В его идеях есть смысл. Подумай, Василиса. Может, он нам еще пригодится? Трижды мы с тобой встречаемся дока на доку. Четвертого раза не будет. Ну-ка, а переубедить? Ведь нам не о чем спорить. Ты решила отдать мне черную книгу? Распрощаться с желанием? Ну уж нет. Желание я не отдам. Но, возможно, смогу убедить его по-другому. Книга не нужна. Пряха, угроза, что? Ну, вообще, да. Для его дела она, как бы, хрен знает, нужна, не нужна. Ну, допустим. Ты хочешь Бесократии и ждешь для этого книгу. Но она тебе не нужна. Как еще я подчиню бесов? Ты подчинил достаточно. Взгляни на свое поместье. Черти растят травы, чистят полы твои. Че тебе еще надо? А ты только научи других колдунов. Да, бесов отбирать я умею. Непослушных в чучело или в другие клетки. Звучит разумно. Ты сам выполнил свое желание. Зачем тебе отбирать мою книгу? Мне надо подумать. Некогда думать. Пряха печать откроет. Хорошо. Я помогу. Александр отдает вам вашу сумку с травами и артефактами, желает удачи и обещает помочь в доме своей наставницы. Затем вы договариваетесь о встрече на месте. Медлить нельзя. Пряха не должна открыть последнюю печать. Угу. Прям поможет. Некогда домой-то возвращаться. Нужно поторопиться за книгой. Хорошо, что я уже у пряхи-то была. О, со всеми можно поговорить и даже с Ливоньки. Ничего себе. Но это мы уже оставим на следующую серию. На этом мы, ребятки, закончим. Благодарю за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok